Важнейшая для республики новость. Приднестровские пенсионеры стали получать 100% положенных им выплат. Работники бюджетной сферы в этом месяце получат 90% зарплат. Финансирование этих статей увеличено, даже несмотря на уменьшение налоговых поступлений и сложности, которые испытывают наши предприятия. Хронологию экономических событий недели восстанавливал Степан Бугаев. Осень 2014-го. Несмотря на возражения правительства, Верховный Совет принимает поправки к бюджету, которые увеличивают ничем не обеспеченный дефицит казны по социально защищенным статьям до размера более 500 миллионов рублей. Недостающие деньги должны быть найдены по ходу года. Весной резко ухудшается внешнеэкономическая ситуация. Наши крупнейшие предприятия теряют заказы, прежде всего в Украине и России. Налоговые поступления не дотягивают даже до плановых показателей, о покрытии дефицитов в 500 миллионов рублей не может быть и речи. Президент подтвердил, обесценивание рубля не произойдет, потому что это стало бы худшим развитием событий. Поэтому временно зарплаты и основная часть пенсии начали выплачиваться в размере 70%. На полные выплаты денег не хватает. Так, за 10 месяцев в республиканский местный бюджет и фонд соцстрахования поступило около 3 миллиардов рублей. При этом расходы составили почти 4 миллиарда. Зарплаты и пенсии – это основные статьи расходов. По ним образовался долг в 737 миллионов рублей. Чтобы исправить ситуацию, президенты правительства в течение года направили в Верховный свет целый ряд антикризисных законопроектов, которые большей частью так и остались только проектами. У нас все еще действует устаревшее налоговое законодательство. Монополии фактически безнаказанно завышают цены и душат малое предпринимательство. Деньги через теневые схемы оседают в офшорах. Усилить контроль за офшорными операциями соответствующий закон депутаты так и не приняли. Поэтому только осенью он был введен указом президента. После этого социальные выплаты увеличены с 70 до 80%. А в ноябре бюджетники начнут получать 90%. Пенсионеры, за исключением недостигших пенсионного возраста, уже получают 100%. Пенсия в Приднестровье, даже выплачиваемая в размере 70%, была выше, чем в соседних странах. Сейчас, когда началась стопроцентная выплата, в нашей республике средняя пенсия составляет 1440 рублей – 130 долларов. Меньше, чем хотелось бы, но для сравнения, украинские пенсионеры получают в среднем по 70 долларов. В Молдове – 58,5. На мой взгляд, это хороший показатель, что в таких сложных экономических условиях сегодня наши пенсионеры имеют возможность получать пенсию значительно выше, чем в Украине и Молдове. Офшорный сбор. В соответствии с распоряжением президента, он в полном объеме направляется на выплату зарплат и пенсий. Я слышала, что за счет офшора, за счет этого выигрывает наш республиканский бюджет, и мы получаем в полном объеме пенсию. За счет офшорного сбора, там же были разборки между Верховным Советом и президентом. Я как понимаю, эти крупные предприятия, наверное, шире, они налоги платили в офшорной зоне. На самом деле офшорный сбор – это не единственный, но один из дополнительных источников. Действующий сейчас режим 100% выплат для пенсионеров и 90% для бюджетников установлен пока на два месяца. Скрывать не буду. Сейчас появилась возможность дополнительно заимствовать ресурсы. И в дальнейшем они должны быть покрыты из средств бюджета. Это невозможно без стабилизации экономики. Поэтому нам нужны позитивные преобразования. Надеюсь, что понимание этой истины будет у будущего созыва Верховного Совета. Возможность выплаты в полном объеме пенсии на сегодняшний момент зависит как от поступления собственных налоговых доходов, так и от возможности заимствовать средства. В любом случае влияет внешнеэкономическая ситуация. В том и в другом случае. Что касается офшорного сбора, то есть нашего внутреннего источника, который можно было задействовать значительно раньше, он составляет 10% от суммы перевода, примерно как с обычной сделки. Хочешь работать с офшором? Уплачивай в бюджет сбор. Или торгуй напрямую с Белоруссией, Молдовой, то есть с теми странами, где на самом деле закупаются или продаются наши товары. И начинай платить налоги в обычном режиме. Так сейчас офшорный сбор уплачивают организации, работающие через Панаму, Швейцарию, Маршаловы, Виргинские и прочие острова. В офшорах удобно регистрировать фирмы, оставлять там основную часть прибыли и спокойно снимать ее оттуда. Но при этом в Приднестровье уплачивать минимальные налоги. Это не означает, что все, кто работает с офшорами, уклоняются от уплаты налогов. Но офшоры, безусловно, позволяют делать это. За неполный месяц в бюджет поступило около 1,2 миллиона рублей. Плательщиками стали 15 экономических агентов. Миллион 200 тысяч рублей. Это примерно такая сумма, на которую ежемесячно пополняет бюджет одно из самых крупных предприятий республики – Молдавская ГРЭС. Офшорный сбор поступает от незначительной части, примерно от 5% совершаемых сделок. Через офшоры по-прежнему закупается бензин, дистопливо, электроника и даже продукты питания. Но основная часть предприятий внесла изменения в контракты. Упоминание об офшорах исчезло из документов. Изменились отправители, изменились получатели по назначению платежа. То есть смеем предположить, что вероятнее всего экономические агенты задумываются над тем, чтобы их бизнес был прозрачным, чтобы их бизнес был легальным. Но, соответственно, заключают контракты именно в таком вот направлении. Постепенно все больше средств проходит не через офшоры, а по белым схемам, то есть с уплатой обычных налогов в бюджет, отмечают в ГТК. Насколько велики объемы легализованных операций, косвенно можно судить всего лишь по одному уголовному делу. По данным Следственного комитета, за последние 5 лет, с 2010 года по настоящее время, через Приднестровскую границу контрабандным путем перемещено почти 255 миллионов долларов. Как установлено в ходе первоначальных следственных действий, должностными лицами фирмы ООО «Шериф» были заключены контракты на внешнеэкономическую деятельность, в том числе 9 контрактов, где предусматривалась поставка товара материальных ценностей Приднестровскую Молдавскую Республику и расчет в иностранной валюте с фирмами-нерезидентами Приднестровской Молдавской Республики, которые были зарегистрированы в так называемых офшорных зонах. По информации Следственного комитета, фирма «Шериф» рассчитывалась по контрактам с представителями офшоров, наличными в иностранной валюте. Деньги вывозились из Приднестровья, а предусмотренные законом таможенные платежи в бюджет так и не поступили. «Проводятся следственные действия, а именно выемка документов, имеющих отношение к данным контрактам, допрос должностных лиц и сотрудников ООО «Шериф» и «ЗАО Агропромбанк», имеющих отношение к передаче данных денежных средств неустановленным лицам. 255 миллионов долларов – это 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Как говорят в Следственном комитете, не все эти деньги должны были поступить в бюджет. Тем не менее, сумма, фигурирующая всего лишь в одном уголовном деле, почти в 4 раза больше всей задолженности государства по зарплатам и пенсиям. Степан Бугаев, Николай Беркеншток и Александр Чибан. Проект «Точка отчета».